Коллеги, приветствую! С вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы детально разберем Тонкоин. Мы с вами обсудим ситуацию, которая сейчас происходит с Павлом Дуровым, фундаментальные факторы, которые способствуют дальнейшему его движению, его криптовалюте. Также мы с вами найдем точки входа в рынок, чтобы на этом заработать. Стоит отметить то, что данная запись была подготовлена 1 сентября в День Знания на моем Рутуб канале, где я своим подписчикам подарил подарок. Ну а также мне хочется поделиться данным подарком от моей школы с подписчиками Амаркетса. Трейдеры, которые начинают только свой путь в трейдинге и трейдеры, которые сейчас хотят улучшить свои показатели, у меня для вас отличная новость. Я вам предоставляю возможность получить курс, который от моей школы я разыгрываю в течение уже 3 лет для начинающих трейдеров, который первоначально стоимость составляет 5000 рублей, а теперь вы можете его получить абсолютно бесплатно. Этот курс поможет вам ответить на следующие вопросы. Где правильно ставить Take Profit? Когда безопасно входить в рынок? Где нельзя открывать сделки? Где находится сильный ценовый уровень? Где ставить стопы? Чтобы получить данный курс совершенно бесплатно, отсканируйте данный код. Вы перейдете ко мне в личку, напишите «Я хочу курс». Либо в описании под видео вы найдете мои контакты в разных социальных сетях. Не откладывайте возможность получить данный курс, так как количество учеников будет ограничено до 15. А перед началом просмотра обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал Амаркетс. Так, Тонкоин. Ну что же, у нас освободили Дурова во Франции под запрет выезд из Франции. Не успел никак прокомментировать. Предусматривали мы рост только в случае, когда у нас был, предусматривали в понедельник, еще предусматривали, если пробьется у нас линия сопротивления, когда мы находились в восходящем тренде, то предусматривали рост. Ну и там, соответственно, если пробьется уже там зона у нас, которая может быть 5.96, там уже только будем расти. Но перед этим у нас рынок прорвал поддержку. Естественно, цена перешла у нас в медвежье направление, и там, соответственно, у нас уже нижние условия начали реализовываться. Но, как я и говорил, цена будет у нас топтаться на линии поддержки основного тренда, то есть, которую голубенькую я нашел, пример. Рынок у нас по ней потоптался еще, с ней повзаимодействовал. Вот, сейчас мы возьмем, например, старший график недельный, например. Вот, сейчас цена у нас вот здесь прямо находится, думает. Вот, как ей поступить, сейчас дневной покажу. Вот у нас здесь, видите, пробой ее произошел. И так как мы находимся вот тут на минимумах, то есть, которые предусматривали, если у нас 5.19 прорвется, то что уже больше у нас будет падение. Вот, и рынок сейчас ожидает какой-то еще, может быть, здесь условий. И пока они медвежьи идут, тут даже обсуждать-то нечего. Мы предусматривали то, что если там даже 5.83 прорвется, тогда мы полетим вверх. А это даже вообще потестировал рынок, это хорошо показав нам во среду, то что там находится большая, ну, сильный такой уровень. И мы сейчас уровень 38.2. Вот, и вот сейчас здесь потянем, вот так потянем, она пригодится для дальнейших условий на рост. Вот, здесь, чтобы я вот добавил бы по тонкоину. Несомненно, я бы на последний раз сказал то, что я считаю это очень такой интересной авантюрой у Павла Дурова. Такой супер-мега-маркетинговый ход, чтобы привлечь к себе больше аудитории на Телеграм. Ну, это, соответственно, на покупку тон влияло. Потому что меня сразу смутил, когда Макш Цукемберг сразу же озвучил то, что вот на меня там давило ФБР, то, что надо публиковать больше информации по ковиду, то, что плохую информацию о прививках исключать, а только хорошее оставлять о прививках, то есть провоцировали его. То есть такой пришел добрый такой друг, эй, ребята, я тоже тут есть, Фейсбук, не забывайте, все будет хорошо, ну, точнее, мета. Не забывайте приходить еще к нам, типа, мы тоже здесь свои, типа, Дуров же объявил то, что я не собираюсь как-то давать. Но сам факт того, что сейчас отключилась возможность найти друзей в России, что очень важно, это немножко смущает ситуацию. Я сейчас вам немножко фундаментально так порассуждаем с вами. Если мы видим то, что уже Телеграм начинает давать такую информацию, то, что, ну, сейчас есть какие-то ограничения найти в поиске людей, да, например, может быть, это и связано, только в нашей стране, в других странах это также функция до сих пор работает. Я думаю, что что-то начинается какое-то либо ограничение, может, Роскортнадзора, неправильно заговорился, выразился, вот, либо, соответствующие какие-то санкции уже на Россию сам Телеграм накладывает. Ну, думаю, не секрет, когда у нас должны были появиться возможности рекламы, соответствующие, чтобы оплачивали, как Ютуб, например, Телеграм, он сейчас это работает, функция во всем мире, кроме России. На России он появился вроде один день и все, сразу же заблокировали. Если заблокируется Телеграм в России, если так судить, то, я думаю, это очень серьезный откат будет средств и это негативный фактор, который по факту будет планироваться, то, что, как вот я разобрал с вами, то, что вот у нас будет рынок планировать, дальше вот это у нас движение к поддержке сделается у нас. Вот это чисто, если смотреть фундаментально и технически теперь, что я вот тут вот посмотрю, так как эта поддержка у нас рынок сейчас ее тестирует, пробивает ее, мы ее уберем и здесь у нас мы возьмем последние отскоки наверху, которые рынок у нас показал, то есть вот тут взаимодействие берем, вот тут, например, вот так. То, что рынок у нас использовал вот сначала как поддержку, потом вот тут у нас, видите, красиво так свечи закрывались и не могли пробиться, потом вот здесь пытались пробиться и вот последнего тени у нас реакция, рынок пошел вниз. Вот как будто у нас вот эта линия, мы построили ее и теперь можем скопировать и посмотреть, как цена с ним взаимодействует. Если мы ставим на самую вот эту точку, да, например, где у нас вот это минимум был 5 августа, когда все события у нас вот эти произошли, вот мы видим то, что цена у нас сейчас четко по нему двигается, прям вот у нас было падение в понедельник, вот у нас рынок от него отскакивал, то, что судебное заседание, то, что говорили, то, что вот все, мы вас отпускаем, вы на свободе, можете передвигаться по Франции свободно, но это адвокат сегодня сказал, вот, но не выездной выездной, ну и штраф вроде там, я не помню штраф сколько, коллеги, честно говоря, сейчас не буду. Вот, сам факт того, то, что я считаю, Дуров, ну, разыграл эту авантюру, что привлечь к себе внимание, возможно, как-то ограничить Россию с учетом еще СВО, но я считаю, это просто крутой рекламный ход, чтобы посмотрите на меня, типа, я не сдамся, я не дам ваши данные, вы в безопасности, это самый надежный аккаунт и весь мир просто хлынет туда, чтобы здесь, соответственно, уже закупаться тонкойном уже, вот, так что, если события такие будут, то вот рост еще вполне будет, что здесь я еще бы посмотрел бы, коллеги, вот мы вот это рассматривали оранжевое сопротивление, я бы здесь добавил бы еще вот такое бы сопротивление, поближе бы, по телам свечей, который вот у нас рынок вполне еще может поработать, и если мы, сетка Fibonacci у нас сейчас должна быть уже построена вот таким вот образом, потому что у нас минимумы обновились, вот, в связи с этим, если мы увидим то, что у нас рынок на следующей неделе, ну, либо даже сегодня, я хотя бы сегодня вряд ли, посмотрим, если рынок у нас прорвет уровень 23.6, это 547, немножко отодвинем, а, нет, 5.50, если рынок у нас пробьет, телом свечи, ну, лучше всего, конечно, на 4-х часах, ну, вполне, в принципе, и на часовике можно учить, но лучше бы подождать на 4-х часах, и вот это сопротивление, вот, рынок потестирует у нас уровень 38.2 повторно, откат на, приблизительно, где-то вот в этой области, это 5.60, что-то вот здесь он будет вот с ним взаимодействовать, вот это ближайшее время я вижу, это если какие-то варианты на рост смотреть, вот здесь, если, соответствующий, мы прорываем уровень 38.2, тут важно понять, в какой траектории будем находиться, если мы будем находиться вот в этой траектории, то там зелененькая линия сопротивления, которую мы нашли перед этим, будет интерес роста, ну, и там же уровень 50 фибоначи, так что я здесь поставлю вот следующий вот такой вариант, вот здесь, так что вот у нас, ой, уровень 38.2 фибоначи, я немножко ошибся, что вот у нас цена будет идти к 5.92, здесь вот я предусматриваю то, что рынок у нас где-то будет разворачиваться, но так интересно, это линия тренда дойти, вот, ну, если уже цена у нас прорвет, вот, я немножко так повыше бы сделал бы, 5.98, давайте сделаем немножко таким зеленым, наверное, цветом сделаю, чтобы нам поинтереснее, то есть, и линию сопротивления зелененькую, если мы пробиваем, то там вот как раз у нас находится уровень 50 фибоначи, а, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, у нас же здесь этот так-так-так, у нас тут несколько сеток фиба, фиба у нас берем, ну, чтобы сейчас нас не отвлекал, вот, если вот у нас, а, ух, все-таки 50 фибоначи, то есть пробивается, 5.98, вот, мы предусматриваем то, что рынок у нас будет укрепляться к 61.8, там, соответственно, отскок, ну, и там, соответственно, у нас линия сопротивления оранжевого, то есть, это у нас 6.17, вот, ждем туда движения, вот, это как мы предусматривали траекторию внутри, например, ну, и снаружи, если у нас цена более плавно пойдет вверх, например, вот, цена у нас будет двигаться следующим образом, например, вот так вот пойдет, и пробьет у нас оранжевую линию сопротивления, и уровень 5.96, там, ну, ждем, то, что у нас так волнует, рынок у нас будет двигаться, касаясь уровней фиба, ну, и там линия сопротивления уже синяя, которую мы с вами обсуждали на прошлых эфирах, потому что цена будет ее уже с ней взаимодействовать, ну, здесь она угол наклона будет более такой плавненький, сейчас так вот визуализирую мысль, вот, так, 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 ну, и падение, да, у нас, в принципе, сейчас на дневном, если у нас цена прорвет уже вот эту поддержку, да, например, которую мы нашли, ну, подкорректировали ее с учетом прошлых максимумов, и если пробивается у нас 5,05, там у нас, в принципе, все шансы 4,79, прорываем его, идем к линии поддержки основного тренда на недельном, ориентир 3,43, вот, так что смотрим, сейчас пока под давлением находится, чтобы то начал расти, нужны хорошие новости, должен Павел выйти там к сообществу, всех там, там, так стать, там, как герой просто сказать, что я вас не сдал, мои клиенты, соответствующие, телеграм-канала, пользователи, все, вы защищены, вот эти новости прям вдохновят инвесторов, и все начнут, конечно же, закупаться тоном, это будут хорошие новости, и надо, чтобы техническое условие перед этим тоже подтвердилось. Всем спасибо, коллеги, то, что досмотрели до конца данный обзор, обязательно поделитесь данным видео со своими знакомыми, подпишитесь на мои социальные сети, чтобы следить за всем, то, что происходит на финансовом рынке. Особенно, внимание уделите моему телеграм-каналу, так как там предоставляются дополнительные точки входа в рынок еще в течение торговой недели. Ну что же, с вами был Александр, до встречи, пока-пока.